Всем привет! С вами Денисенкова Анастасия и сегодняшнее мое видео будет посвящено давно обещанному ролику на серию премиум. Я в своем видеоролике моей покупки декабря, я рассказывала о тех покупках, которые я сделала в декабре и одной из таких покупок была серия премиум. В серию премиум входит 7 продуктов на сегодняшний день. Это дневной крем ночной, крем-крем для век, это воздушная пенка для умывания и маска порфу для лица. Плюс еще 2 продукта, это жемчужная сыворотка, я еще пока ее не приобрела, в ближайшем будущем я планирую ее взять. И есть еще такой продукт, который войдет во втором каталоге, он выйдет только во втором каталоге, это крем для шеи и декольте. Подробненько можно о серии премиум узнать в журнале «Страна Фаберлик». Этот журнал вышел в январе-феврале 2013 года, это номер 44, сейчас этот журнал можно заказать. И на 46-47 странице можно полностью прочитать статью о всей этой серии, где Римма Корнеева, наш главный косметолог, в профессиональной форме рассказывает обо всех продуктах серии премиум. Хочу рассказать сначала о том, что меня огорчило в этой линии. Вот смотрите, если, допустим, сравнить дневной крем и ночной крем-бальзам, то дневной крем, он находится вот в таком вот тюбике, где есть дозатор. И при нажатии дозатора мы выдавливаем то количество крема, которое нам необходимо для нанесения. Если мы возьмем ночной крем-бальзам, то крем у нас находится вот в такой вот баночке. Баночку приходится открывать, то есть здесь нет дозатора. Крем находится вот под такой вот крышечкой. Что мне не понравилось? Марка достаточно серия, достаточно дорогая. Но если взять, например, Саратовскую область, для Саратовской области она будет дороговатая. Потому что мне все средства, которые я взяла, все 5 продуктов со скидкой 26%, они обошлись в 1700 рублей. Хотя этих мне средств хватит на полгода, на 7 месяцев использования, но многим с нашим доходом, с нашим уровнем дохода в Саратовской области эти средства, они покажутся не очень-то и дешевыми. И поэтому хотелось бы немножко другую упаковку. Почему? Потому что когда мы открываем крем, приходится туда лезть пальцы. Какими бы чистыми руки не были, я перед тем, как взять крем, я руки мою с мылом. Но как бы ты их не мыла, как бы я их не мыла, все равно на руках у нас находятся бактерии, которые вместе с руками попадают в крем. Плюс ко всему при открытии крема туда попадает воздух, что тоже не совсем хочется, чтобы в крем попадал воздух. До этого была серия люкс, и там сначала, когда вышла серия люкс, там тоже были средства, тоже были крема в таких вот баночках. Но потом все-таки взяли и переделали упаковку, и все крема не стали с дозатором. Поэтому очень бы хотелось, чтобы, конечно, переделали упаковочку. Это прям такое вот большое пожелание, большая претензия вот именно как раз к этой серии. То, что ночной крем-бальзам и также вот крем для век, он тоже находится в такой вот баночке, которую приходится открывать. Плюс ко всему, вот эта вот мембрана, которая здесь есть, она бумажная. Ну, если уж вы сделали мембрану, да, то сделайте ее хотя бы пластиковой, допустим, или пластмассовой, потому что, ну, тоже мне это не совсем практично показалось, не совсем, не есть хорошо. Все остальные средства и жемчужная сыворотка, и, по-моему, сыворотка для шеи и декольте, точно не буду врать. Дневной крем, который у меня есть, воздушная пенка для умывания и воздушная маска для лица, они находятся в дозаторах, и мне такая упаковка больше всего нравится. Если отойти от минусов, вот от тех минусов, от тех претензий, которых я сказала по упаковке, то все остальные, все остальные показатели, по которым я оценивала вот именно данные, данную продукцию, я оценила бы со знаком плюс. Во-первых, мне очень понравилась упаковка, что у дневного крема эликсира, у ночного крема бальзама и у крема эликсира для век у них есть отдельная своя упаковочка, очень красивая, в красивом оформлении, и такие крема не стыдно подарить. Вообще, премиум серия, она считается люксовой, такой роскошной серией. Плюс, что мне еще понравилось? Мне понравилось, что в каждой коробочке, это и в дневном креме, и в креме для века, в ночном креме, есть вот такой вот вкладыш, где дана полностью информация обо всей серии, то есть о тех компонентах, которые входят в эту серию, и расписано о каждом продукте, то есть что входит в каждый продукт и как этим продуктом пользоваться. Очень такая полезная и интересная информация. Помимо упаковки, здесь невероятно вообще приятная отушка. Отдушкой занимался французский парфюмер, то есть специально нанимали парфюмера, чтобы он разработал тот аромат, который есть. Отдушка очень приятная, легкая, ненавязчивая и с таким вот дорогим парфюмом. Я расскажу свое первое впечатление от использования этой серии. Я пользовалась микродермабразией, ну и пользуюсь зимой микродермабразией, это более глубокое очищение кожи, два раза в неделю я пользуюсь ею. Она есть тоже в компании Фаберлик, серии Эксперт. И когда я первый раз нанесла ночной крем, а делала я это вечером перед сном, я когда нанесла крем, ночной крем Бальзам, то у меня крем впитался. Я потом взяла, опять нанесла крем ночной, он у меня опять впитался, то есть у меня кожа как губка начала впитывать вот этот вот ночной крем. И третий раз, когда я уже нанесла, только тогда я почувствовала, что моя кожа насытилась кремом. Почему я считаю, что у меня так произошло? Вообще у меня кожа комбинированная, я летом пользуюсь средствами для комбинированной кожи, но зимой этими средствами пользоваться мне нельзя, потому что кожа, она зимой, она становится более сушей и требует дополнительного питания. А я не сменила серию, я зимой продолжала пользоваться комбинированной кожей. Скорее всего, у меня произошло небольшое обезвоживание кожи, и поэтому, когда я нанесла ночной крем Бальзам, он мне начал прям впитываться. Сейчас у меня такого эффекта нет, то есть если я ношу крем, либо дневной, либо ночной, мне достаточно одного раза нанесения, то есть мне не нужно там повторно наносить крем, для того, чтобы почувствовать, что у меня кожа насытилась кремом. В целом, что хочу сказать об этой серии, эта серия, она не имеет возрастных ограничений. У нее есть нижние пределы, ее можно использовать с 25 лет, но у нее нет до какого-то определенного возраста, то есть им могут пользоваться и в 30 лет, и в 40, и в 50. У нее настолько подобраны компоненты, то есть настолько хорошие компоненты, настолько сильные компоненты, что нету каких-то возрастных ограничений. И вообще эта серия, она очень шикарная по своему составу. Если вот сравнивать ее с предыдущей, допустим, люксовской серией, то здесь масло добавлено сейчас всеми такое известное, всеми рекомендуемое, масло органы, и есть еще здесь усиленный кислородный комплекс. Ну, как раз вот можете более подробную информацию прочитать в журнале «Страна Фаберлик». Там с научной и профессиональной точки зрения, там Римма Корнеева очень хорошо описала вот именно такой вот состав, профессиональный состав вот этой вот серии. Начну я, пожалуй, с воздушной пенки для умывания. Вот смотрите, таким вот образом она выдавливается. Она очень экономичная в расходе в своем, и она очень хорошо очищает макияж, который у вас есть. Я всегда зимой пользуюсь тональными средствами, и мне нужны средства, которые хорошо вот именно как раз тональное средство смывает. И это средство, как раз эта пенка, она очень хорошо смывает тоналку, потому что когда я потом ватным диском протираю тоником лицо, то у меня на ватном диске не остается каких-то слюнов от тонального средства. То есть она очень хорошо очищает кожу лица, именно макияж кожи лица, и при этом она не пересушивает кожу. Я не смываю глаза, про глаза я ничего не могу сказать, хотя люксовская пенка я смывала глаза, когда мне не хотелось тратить много времени, ну, допустим, очень поздно приходила домой, поэтому я люксовская пенка стирала полностью и глаза. Но это было таких в редких исключениях, в редких случаях. Обычно я пользуюсь специальными средствами смывки для глаз. То есть у нас есть и бифазный лосьон для снятия макияжа с глаз, и есть обычный лосьон для снятия макияжа с глаз. Поэтому я отдельно умываю глаза, смываю макияж с глаз отдельно специальным средством, а потом уже вот эту пеночку я полностью мою лицо. Вы ее наносите, массируете лицо в течение двух минут, и потом смываете обычной водой. Расход у этой пеночки очень экономичный, у нее приятная душка, и к тому же она не пересушивает кожу, и при этом очень хорошо удаляет макияж. Дневной крем, эликсир, вообще за него отдельное спасибо. Во-первых, потому что он как раз выполнен в таком оформлении. Мне очень нравится средство с дозатором, потому что определенным нажатием вы можете, одним нажатием выдавить то количество крема, которое необходимо именно для одного раза использовать. То есть на мою площадь лица достаточно один раз выдавить, надавить на дозатор, и то количество крема, которое вылезло, мне достаточно для того, чтобы полностью обработать лицо. Этот крем очень легкий по текстуре, он очень хорошо впитывается и очень хорошо увлажняет лицо. Если, допустим, у вас есть какая-то сеть мелких морщинок, то по истечении использования вот этой вот серии, там через месяц, спустя месяц, то есть морщинки у вас, они прям будут менее глубокими. То есть они вот разглаживаются у вас. Ночной крем лица, он более жирный, чем дневной эликсир. Он идет, называется ночной крем-бальзам. Он тоже очень хорошо впитывается, несмотря на то, что он жирнее, он очень хорошо впитывается в кожу. И опять же, нет ощущения того, что крем есть на лице. Очень хороший крем. Опять же, отдельное спасибо за ту одушку, которая есть. Это очень приятная, очень такая вот легкая, богатая, такая роскошная одушка. Очень хороший крем. Что я могу сказать про крем для век? Мне тоже не понравилось, что он находится в баночке, а не в тюбике. И приходится туда лезть пальцем для того, чтобы взять необходимое количество крема. И опять же, попадает туда воздух. Очень хочется, чтобы все-таки переделали упаковку этих средств. Но, опять же, если говорить про его свойства, про его качество, мне крем очень понравился. Все равно, со временем появляется, хотя это не особо возможно заметно, появляется сеть мелких морщинок. И учитывая, что в этом креме гиалуроновая кислота находится, эти морщинки, они вот со временем использованы. Я обратила внимание, что кожа, она разгладилась. То есть, вот эти морщиночки чуть незаметные, там, где есть гусиные лапки, вместо гусиных лапок, оно разгладилось. Очень хороший крем, рекомендую. Хотелось бы отдельно отметить еще воздушную маску для лица. Она тоже, когда выдавливается, образует вот такую пенку на лице. Как я ее пользуюсь? Здесь написано, что ее можно нанести на 10-15 минут и потом излишки снять салфеткой. То есть, наносите ровным тонким слоем. И через 10-15 минут можно снять остатки салфеткой. Либо, допустим, смывается потом теплой водой. Но я делаю это по-другому. Во-первых, когда наносишь, оно полностью впитывается. У меня оно никогда не бывает излишков таких, чтобы я потом могла их снять салфеткой. Так как я обычно делаю, наношу маску 2 раза в неделю после того, как я сделала глубокую чистку лица. Поэтому я эту маску после проведения микродермабразии наношу маску и оставляю ее на всю ночь. А потом уже утром просыпаюсь, смываю остатки маски, которые у меня остались и наношу свой дневной крем. То есть, у меня вот такой вот способ использования этой маски. Кстати, такой дозатор у маски, он дает возможность при надавливании насытиться дополнительно кислородом маску. То есть, вы когда нажимаете, за счет того, что образуется пена, само средство еще дополнительно насыщается кислородом. Это тоже очень большое преимущество при использовании этой маски. И за счет того, что там находится кислородный комплекс, у вас каждая клеточка получает достаточное количество кислорода. Плюс еще насыщается при нажатии, при образовании пены, опять же, происходит насыщение кислородом. Это удваивает силу этой маски. В целом, если не учитывать претензии по упаковке, в целом мне эта серия безумно понравилась. Во-первых, она понравилась мне своей одушкой. То есть, очень хорошая одушка. Очень красивая упаковка. Говорят же, что чем красивее упаковка у тех средств косметических, которыми мы пользуемся, тем больше она нам приносит более лучший эффект, скажем так. За счет того, что если нам нравится чем-то определенным пользоваться, то нам это больше доставляет радости, соответственно, больше эффект нам дает. Те средства, которыми мы пользуемся и которые нам нравятся. Вообще, эту серию принято использовать не менее одного месяца. То есть, если вы начали пользоваться, ей нужно пользоваться не менее одного месяца. Если у вас сухая, тонкая кожа и стрессорная кожа, ну, зимой она полностью подвергается стрессу из-за морозов, из-за центрального отопления, из-за холода, из-за ветров. Можно множество факторов перечислить зимой, которые воздействуют на нашу кожу. Поэтому для стрессорной кожи лучше ее применять не менее 3-4 месяцев. Ну, соответственно, полную характеристику этим предметам, этим продуктам я могу дать только спустя 3-4 месяца. Но сейчас даже по состоянию кожи я могу сказать, что кожа такая вот отдохнувшая, имеет очень такой приятный, камера не совсем, скорее всего, передаст тот оттенок, который у меня есть, потому что здесь недостаточно света и свет недостаточно хороший. Но состояние кожи у меня с использованием этой серии улучшилось. Продолжение следует...